добрый день друзья меня зовут александр я приветствую вас на канале компания свой фундамент сегодня речь пойдет об очередной реконструкции фундамента под вот этот деревянный дом история реконструкции такова заказчик приобрел себе дома решил довести его до ума когда вскрыли цокольную часть увидели в каком состоянии находится обвязка дома но естественно все это подлежит замене выравниванию и установки на новые свайно-винтовой фундамент с этой целью мы закрутим с двух сторон дома винтовые сваи поднимем его выровняем и заменим обвязку на новый брус размером 200 на 200 это уже понять почему в дом сейчас в таком страшно чудовищном состоянии вернее его обвязка причина откроется в том что дом сам был построен на вот таком бетонном фундаменте как видим вид фундамента определить очень сложно то ли это лента то ли это плита но не то и не другое продохов в ленте нету соответственно подпольное пространство никак не вентилировалась поэтому все деревянные конструкции которые находились внутри они пришли в такое негодное состояние сейчас мы находимся внутри дома и видим одну из стен сруба на самом деле этот дом оказался срубом ведь какое крепкое бревно хорошее бревно целое но жалкость носить такую красоту а вот что вы видите внизу творится это все связано с тем что в бетонном фундаменте не было продухов не было вентиляции вентиляции это самое главное враг сырости и плесени будет вентиляция будет у вас с вашим домом все нормально какая бы технология строительства не было если деревянный дом да вообще любой самое главное чтобы не скапливала сырость влага и все это не было в закрытом каком-то пространстве вентиляция решает многие проблемы нет вентиляции вот такой результат в целом то дом целы и он вполне пригоден для проведения каких-то воскресных или там выходных дней у себя на даче на природе но из-за того что фундамент довел нижнюю часть дома до такого состояния его необходимо заменить это все лечится это все исправимо надо просто обратиться к тем людям которые умеют это делать таким как мы ну вот вы видели в каком отвратительном состоянии был этот дом а вот спустя три дня рабочих посмотрите что с ним произошло видите да вот эта вся труха все больше ее нету значит новый фундамент новая обвязка из бруса 200 весь дом выровнен в один уровень стоит на новом фундаменте вот двух сторон дома винтовые сваи закручены с одной из другой по домам проведена двутавровая балка замена обвязка соединена со старым домом срубом вот отсюда можно посмотреть теперь по домам гуляют сквозняки проветривается все никакого никаких процессов гниения больше теперь не будет ну вот мы с противоположной стороны дома помнить что здесь творилось а теперь есть новая обвязка дом выровнен еще раз напомню здесь у нас сруб из круглого бревна здесь пристроечка теперь все это в один горизонт на новом фундаменте скобами связали сруб и новую обвязку вот на этом небольшом примере я показал как может производиться реконструкция фундамента то есть мы можем заменить и обвязку и нижние венцы у деревянного строения полностью фундамент но для того чтобы все это не приходилось вам заказывать в наш или в какой-либо другой компании прежде чем делать фундамент обязательно определитесь всего конструктивом чтобы обязательно были продухи в ленте есть это ленточный фундамент если вы покупаете дом то прежде чем его купить обязательно произведите осмотр, в том числе и фундамента, в том числе и тех деревянных конструкций, которые располагаются непосредственно на фундаменте. Если они в гнилом состоянии, то в 10 раз подумайте, прежде чем покупать вот такой дом так, как сделал вот заказчик конкретного этого, хозяин этого дома. Значит, стоимость этих работ конкретно на вот этом объекте, стоимость материалов, доставки и работ, все вместе заказчику обошлось порядка 140 тысяч рублей. Для тех, кто сейчас напишет в комментариях, что нафига нужно было выкидывать 140 тысяч рублей, легче снести эту избушку, построить новый дом. Это вопрос не к нам, вопрос к заказчику. Человеку этот дом нужен и он хочет его восстановить. Поэтому он готов платить такие деньги для восстановления и замены фундамента. На этом обзор этого объекта мы заканчиваем. Я вам всем говорю до свидания, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч на других объектах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова